И я напоминаю, что уже завтра в моем инстаграме пройдет розыгрыш вот этой вот крутейшей деки. Просто красотка, бомба. Так что ссылка на мой инстаграм будет в описании. Переходи, подписывайся, участвуй в розыгрыше. И завтра можешь спокойно выиграть эту деку, главное выполнив все условия. Всем привет, дорогие друзья. И добро пожаловать в мое новое видео, которое мы с вами, с тобой конкретно будем обсирать или хвалить, фингер ролики для пальцев, колесики в бодинках. Расшифровываю для тех, кто не понял. Стоил этот комплект гривен 60, это 3 доллара от силы, может быть 2. Я хотел заказать на Алиэкспрессе, но один прекрасный человек мне помог и нашел у нас в магазине этот вот наборчик с прекраснейшим лонгбордом, если вы еще не заметили. Но его обозревать мы, наверное, не будем. Все, что можно сделать, его сразу выкинуть в мусорку. Поэтому тут написано Street Sesh, то есть Finger Street Sesh. Значит, что будем кататься в стриту, непонятно на чем. Так, ну, бренд Made in China, это понятно. Warning. Hooking Hazard Small Parts Not For Children Under 3 Years. Значит, 3 года на этом надо кататься, я так понял. На задней стенке у нас показывается, как делать поп-шавит, сам челленджи смуфс, и верт, и волк задох. Значит, волк задох, это выйдем с собакой погулять завтра утром, чтобы, ну, она, так сказать, энергию свою сбросила. Итак, давайте открывать. Так, не открывается. Открываем. Видим такую вот специальную поверхность тканевую. Какую тканевую-то бумагу? Итак, первым в руку мне попался лонгборд. Видим вот такой вот классный принт на нем. То есть, видим колеса. В принципе, на нем даже можно попробовать что-то сделать. Ну, в принципе... Ну, в принципе, неплохо. Он довольно-таки... В принципе, довольно-таки прочный. Вроде бы катабельный, так сказать, для стрита. Для стрита самое то. Все, идем дальше по упаковке. Так, ну, вот этот вот туториал я оставлю, потому что я не знаю, как делать трюки на фингерборде. Давайте узнаем, как делать поп-шавит. Place for finger on nose and middle finger on tail. Все, спасибо, я все понял. Продолжаем открывать. Так, ну, по звуку уже, так сказать, качество слышно. Никогда не чувствовал, не пробовал фингер-ролики. Вот так они выглядят. Все, пластмасса, голимое, качество ужасное, просто. Это, ну, колесики так себе едут. Не едут. Что по звуку, как бы. Тут вот мы видим щель, через которую можно увидеть, судя по всему, Китай. Итак, дырка для пальца вот здесь. Мне кажется, если туда засунуть палец, то, ну, палец сломается, или ты порежешься. Я не особо разбираюсь в трюках на роликах, так сказать, там. Я знаю, что есть агро. Ой, как-то не агро. Ну, короче, есть какие-то ролики, которые для катания и для трюков. А есть еще другие с большими колесами. Трюки, не знаю, как называются на них. Но знаю, что есть ванэйти. И сейчас будем пробовать, каково кататься на вот этих вот валенках с колесиками. И делать на них трюки разные. Лучше бы на фингерборте катался. И горя бы не знал. По размеру эти ролики у нас 5 сантиметров в длину. Как можно ширину ботинка сказать, не знаю. Это тоже логично, 5 сантиметров. Вот там вот внутри как будто лезвие какое-то. Просто посмотрите на это. Там оно вот, ну, прям внутри. Не знаю, видно или нет. Но там пластик торчит вот так вот. Если заточить, то можно оставить там спокойно свои ногти. Ну вот, я засунул один палец, как мы видим. Он болтается. Как бы размерчик не мой. У меня вообще 43 размер ноги. А 44 размер пальца. Поэтому вот так это выглядит. Выглядят как коньки для хоккеистов. Боже, чем я занимаюсь? Что это за обзоры? Я не понимаю. Ну ладно, давайте сделаем... Как это называется на роликах? Банихоп? Прыжок? Прыжок на роликах. Вау! Это еще сложнее, чем на фингер-самокате. Куда разъезжаются ноги? Я что, на коньках? Я что, балерина? Смотри. Так, прыжок и поджались. Прыжок и поджались. Ааа! Пальцы болят. У меня уже дырки на пальцах образовались от этих роликов. Такое себе. Такое себе развлечение. Давайте возьмем... Так сказать... Кар-стоп. И сделаем на нем гринд. Вот так вот. Я видел так в скейт-парках скользят на роликах. Вот так еду. Так. Оу, мэн. Вот это... Вот это сложность. И вот это трюки. Настоящие. Мэнл. А мэнл тут делается вот так вот? Или вот? Ну, мэнл на одной ноге. Ааа! Как больно! Это... Это очень больно. У меня... Ну, реально. Дырка уже на пальцах. Вы видите. Нельзя было нормально сделать? Для чего вот это... Делать фингер ролики, если туда не зря засунули свои фингеры? Непонятно. Давайте сделаем вот так вот. Ну, это уже какой-то паркур. Итак, делаем... Ну, с мэнл на правой ноге на ванэйте. Вау! Великолепно! Давайте 50-50. Меня сейчас, наверное, захейтят. Все, кто катается на роликах, кто меня смотрит. Если есть такие, напишите в комментариях. Итак. Так тоже видел в скользятских парках. А еще вот так вот ходят. Вот так вот. И вот так. Короче, я не знаю, как на этом кататься. Я не знаю, что... Что из этого можно выжать? Бэкфлип? Крюканы, по-моему, идут неплохие. Можно сделать просто ванэйте. На вот такой грэп. Халфкап вот такой грэп. Давайте треху сделаем. Предлагаю поставить квотер. И раздать на квотере немножко трючков. А, колеса вообще крутятся. Ну, собираются или нет? Стол. Чик. И обратно. Еще. О! Вот так заезжаешь, скользишь. И на ванэйте туда. Красота! Просто. Оп. Я открыл новый вид спорта. Новое, как искусство просто. Вот так вот. Раз. И обратно. А если сделать нам вот такой вот грэпчик, то ты вылетаешь, делаешь грэп, и вкатываешь. Класс. По-моему, великолепно. Давайте сделаем самый человый спот, который я когда-либо делал. И затестируем его на роликах. Раз. Скользит. Ну, скользит неплохо. Ну, ребят, честно. Какая-то шляпа. Я вот хотел делать обзор, но не хотел. Но вот все-таки сделал, потому что ну как, ролики все-таки фингер связаны. Связаны с фингербордами как-то. Неоднозначный вывод, конечно. А! Может быть для тех, кто катается на роликах в реальной жизни, это будет интересно и, так сказать, более продуктивно и со смыслом. А не как для меня, потому что, ну, во-первых, это пластик. Оно, ну, звук ужаснейший, просто противнейший. То ли дело фингерборд. То есть, ну, я не знаю, вам слышно вот траки, металл. То ли вот эта вот шляпа. Если бы сюда поставить нормальные колеса, несколько лет назад я увидел, что есть такие фингер ролики. Ну, не такие, а более-менее нормальные. И мне так было интересно узнать, как на них кататься, что это вообще такое. Я уже сейчас покатался, и, ну, сказать, что я разочарован, это ничего не сказать, потому что это, ну, качество, понятно. Качество исполнения само за себя говорит. Поэтому, не знаю, так даже, даже и на 5 минут залипнуть, честно, не хвну, не вижу, не вижу моментов, которые бы цепанули в этих фингер роликах, потому что, ну, это ничего, это просто кусок пластика, который, да, можно на нем что-то делать, что-то стилевое, но, конкретно, трюков прям, чтобы вот так вот они классно заходили, как на фингерборде, или даже на фингер-самокате, я не вижу. Опять же, может быть, кто катается на роликах в реальной жизни, зайдет, эта штучка, то есть, ты там будешь, допустим, учить там какие-то, ну, комбинации, или просто рассказывать дома, ну, мне вот это вот не зашло. Итак, с вами был я, Ярослав Кучеренко, и мы очень удачно сделали обзор и обзор вот этих вот прекрасных роликов для фингера, для пальцев, поэтому обязательно подписывайся на мой канал, так как где-то еще увидишь обзор на фингер-ролики, и всем спасибо за просмотр, и всем удачи. Goodbye, baby. Субтитры сделал DimaTorzok